Начинаем мы наш семинар. Я кратко расскажу о том, как будет проходить этот семинар. Семинар – это специальная форма нашего центра специалист, на которой мы встречаемся с нашими выпускниками, с теми, кто еще не был на наших курсах и просто желает, собирается, планирует попасть на какие-то из них, где появляется возможность у слушателей, которые еще не были у нас, познакомиться с преподавателями, пообщаться, позадавать вопросы, касающиеся каких-то тем, которых интересуют, касающиеся обучения. У слушателей, которые уже были у нас, появляется возможность дополнительно по всем курсам, по которым преподаватель компетентен, получить ответы на свои вопросы, которые часто возникают уже после того, как курсы учебные пройдены, и когда началась реальная практика, эти вопросы всплывают. И вот, соответственно, сегодня у вас есть такая возможность позадавать их. Соответственно, я буду готов ответить на всю линейку курсов, которые веду по всем темам, которые можно найти на сайте специалист. Для удобства, проще всего, в поиске набрать фамилию. Зовут меня Яков Михайлович, фамилия моя Васин. Здесь, в центре, я преподаю уже больше четырех лет. Я не являюсь штатным сотрудником, я являюсь приглашенным специалистом. И просто потому, что продолжаю работать, продолжаю вести свой небольшой бизнес и параллельно, соответственно, преподавать. Информация более подробная обо всех преподавателях представлена на сайте самого специалиста. Здесь вы легко найдете самого меня. Здесь есть статусы, сертификации и список всех ближайших курсов, которые я буду вести. Соответственно, нужно понять будет, в каких тематиках я специализируюсь. И я к этому разделу сайта еще несколько раз буду обращаться, потому что, помимо всего прочего, здесь еще представлены различные видео. В частности, это видео, которые, возможно, будут интересны тем, кто собирается пойти на какие-то из наших курсов. И я чуть-чуть подробнее о них расскажу попозже. Напомню, что я в центре специалист веду курсы по управлению проектами, а также по линейке интернет-маркетинга. Это SEO, это контекстная реклама, это аналитика, ну и некоторые другие, такие как Bittrex администрирование и ряд еще других. Сегодняшняя тема семинара, она фактически у нас создана для того, чтобы поддержать наш диалог некий, поэтому я надеюсь на вопросы, соответственно, на некую коммуникацию. Тема – это обзор основных систем контекстной рекламы. Дело в том, что за последние, ну, наверное, год-полтора, особенно активно, начало это направление развиваться в Брунете. В каком смысле начало развиваться? Оно, конечно, давно развивается уже и уже давно присутствует, но особенно, например, Яндекс.Директ, Мейл, например, и другие организации, компании, стали расширять свой функционал и многие другие вещи. Вот о них как раз, в связи с этим как раз мы хотели бы дать такой некий обзор современного рынка контекста. И здесь необходимо сделать отступление. Отступление будет касаться того, что такое реклама в интернете, какие виды этой рекламы мы выделяем. В первую очередь, условно, немножко упрощая, точнее, даже серьезно упрощая, можно назвать два основных вида рекламы, контекстная рекламы в интернете. Это реклама медийная, и это реклама контекстная. В чем разница между этими двумя видами рекламы? Под медийной рекламой мы понимаем рекламу, которая в основном имеет формат аудиовизуальный, в первую очередь визуальный, конечно. Всем хорошо знакомы баннеры, как один из наиболее ярких представителей такого типа рекламы. Медийная она называется реклама, и она довольно принципиально отличается от контекстной рекламы, собственно, о которой я сегодня и хотел как раз поговорить. Но для того, чтобы у нас было понимание, в чем разница между ними, кратко охарактеризую ее. Медийная реклама, как я уже сказал, имеет скорее формат некий визуальный, то есть она ориентирована на подачу материала в визуальном формате, на рекламные месседжи, которые состоят из каких-то видеоэлементов в первую очередь, и в народе ее чаще всего называют брендовой рекламой. То есть это реклама, в первую очередь, которая используется в ситуациях, когда необходимо продвинуть на рынок новый товар, новую услугу и так далее. Вот у нас есть пример, очень отлично характеризующий этот вид рекламы. Я его нашел на поиске Mail.ru. Как вы видите, это некий графический баннер, который рассказывает в визуальном формате о том, какие основные виды развлечений присутствуют в одном единственном браузере, который, собственно, в данном случае и рекламируется. Судя по всему, это некий браузер с таким вот логотипом и одновременно предлагается его еще и установить. Очень трудно было бы в текстовом рекламном блоке, который, например, находится слева. Это как раз пример контекстной рекламы, о которой мы и будем говорить сегодня. Как вы видите, он представляет из себя некоторый набор довольно сжатых текстовых форм таких. Было бы трудно все, что красиво так подано в баннере, переложив в текст, уместить в эти ограничения по объему символов в текстовых объявлениях. И в данном случае баннер, конечно, выигрывает. То есть задача, которую сейчас реализует этот баннер, а именно продвинуть браузер определенный, рассказать одновременно о том, что в нем есть доступ и ко всем основным сервисам, которые интересуют пользователей интернета, перечислить их, соответственно, показать, как это отображается непосредственно в браузере, и т.д. и т.п. все это удалось всего лишь в одной небольшой картинке. В текстовом виде все это описать было бы значительно труднее и заняло бы ни один десяток предложений. Таким образом, медийная реклама имеет совершенно иную область применения, и рекламодатели используют ее тогда, когда необходимо познакомить аудиторию с новым товаром, с услугой, с каким-то организацией, компанией и т.д. Когда необходимо рассказать о функциональных возможностях, более сформировать некий образ бренда, ну и многие другие задачи. Вот чем занимается в основном медийная реклама. Контекстная реклама, примеры которой, как я уже сказал, находятся у нас слева. Представляет из себя набор текстовых блоков, в которых выделяется заголовок, в которых выделяется некое текстовое содержание в виде текста самого объявления, ну и ряд дополнительных элементов, таких как ссылки быстрые, таких как домен сайта и некоторые другие вещи. В чем отличие текстовых рекламных блоков принципиально? Как я уже сказал выше, текстовые рекламные блоки довольно неинформативны, когда необходимо рассказать о каких-то особенностях товара или услуги, проинформировать посетителей интернета о появившемся новом, особенно каком-то уникальном товаре. Зато в коротких текстовых формах прекрасно можно сделать коммерческое предложение. Речь идет о том, что в текстовых блоках рекламных, как правило, содержится предложение о продаже какого-то конкретного товара, услуги и так далее. То есть в большинстве случаев это рекламные блоки, которые нацелены на то, чтобы прорекламировать какое-то товарное предложение людям, которые уже понимают, что это такое. То есть во всяком случае не надо объяснять о том, что это за товар, из чего он состоит, какой он бывает и так далее. Таким образом, контекстная реклама или текстовые рекламные блоки чаще всего используются для прямых продаж. Вот два основных вида. Повторюсь, это довольно условная градация, тем не менее именно так чаще всего они разделяются, эти виды рекламы. И мы, соответственно, переключаемся к тому, о чем я говорил, что мы будем рассматривать в рамках нашего сегодняшнего семинара. Дадим краткий обзор тому, на рынке, какие сейчас существует система контекстной текстовой рекламы. То есть мы сконцентрируемся с вами на том, что мы видим вот в этом примере. Итак, систем контекстной рекламы очень и очень много. Но парадокс, а хотя может быть уже и не парадокс, во всяком случае реальность заключается в том, что все наиболее известные современные системы контекстной рекламы, они принадлежат тем или иным поисковым сервисам. Причина этого, я думаю, понятна. В первую очередь поисковые сервисы в настоящий момент это одни из самых популярных интернет-ресурсов не только в Грунете, но и везде. Поэтому у поисковых сервисов есть очень интересная возможность охватывать очень большую аудиторию, очень и очень широкую и большую аудиторию. Благодаря этому поисковые сервисы, как рекламные площадки, с низкарью любой рекламодателей используются очень и очень широко. Современный рынок поиска приблизительно можно представить себе следующим образом. На нем присутствуют три основных игрока. Речь идет об основных игроках. Конечно, это не полный перечень, тем не менее, если говорить о процентах, долях, которые охватывает соответствующий поисковый сервис в Грунете, то Яндекс приблизительно по разным оценкам где-то около 50% всего объема поисковых запросов обрабатывает в Грунете. Есть еще один поисковый сервис, это Google. Не менее, я думаю, популярный почти, поскольку по некоторым разным источникам доля, которую обрабатывает поисковых запросов, у Google приблизительно около 40% в настоящий момент. И, соответственно, третий игрок рынка это Mail.ru, у которого доля приблизительно колеблется от 7 до 9%, и он из тех поисковых сервисов, которые на этом рынке заметны, является третьим таким игроком. И именно так произошло, что самые популярные системы контекстной рекламы, как раз-таки приходятся или находятся у этих трех поисковых гигантов. Давайте посмотрим на то, как выглядят рекламные блоки соответственно у каждого из этих поисковых сервисов. Яндекс, как вы видите, представляет рекламные блоки сразу под результатом запроса. Я воспользовался поиском, набрал некий запрос, в данном случае это Segway, нажал кнопочку найти, и мне сформировалась страница выдачи, на которой первое, что я вижу, это блок, состоящий из трех рекламных объявлений, которые представляют из себя как раз-таки контекстные рекламные объявления. Кроме этого, если посмотреть на выдачу, здесь много есть других разных элементов интересных, но блок рекламный присутствует еще раз, и он находится уже практически в самом низу. Таким образом, в поиске Яндекса рекламный блок контекстный можно встретить в двух местах размещения, в верхнем и в нижнем. о том, что эта реклама говорит нам вот этот вполне понятный визуальный элемент. Google представляет рекламные блоки также, как и Яндекс в двух видах, помечаются они буковками Ad. В настоящий момент по данному запросу я вижу, что есть рекламный блок только внизу, и есть еще отдельный рекламный блок, который относится к сервису Google Merchant, и он не имеет прямого отношения к контекстной рекламе. Почему? Потому что в данном случае, наверное, по этому запросу скорее всего рекламодатели не активно размещают свои рекламные объявления, попробую сделать другой запрос, возможно, он будет более корректным, и действительно я вижу, что по запросу гироскутер появились уже два рекламных блока, помимо блока Merchant, вверху, и также два рекламных блока внизу. В данном случае, как вы видите, рекламные элементы у Google практически идентичны тому, что мы видим у Яндекса, у, соответственно, Mailer, у Mailer, я сейчас попробую тоже поменять запрос. Здесь довольно трудно отделить поиск от рекламного блока, но это можно сделать в виде вот эту слабо заметную черту и надпись рекламы, которая говорит о том, что первые три верхних элемента это тоже рекламные блоки. Очевидно, что такой же рекламный блок, состоящий уже из четырех рекламных объявлений, находится внизу. Тоже пометка реклама и вот такая тоненькая линия. Так формируются рекламные блоки в Mailer. Все три рекламных сервиса предлагают практически идентичное размещение. Это не мудрено, потому что такие виды размещения рекламных объявлений являются результатами очень большого количества экспериментов, которые проводят все участники рынка и очевидно, что у них результаты близки, то есть именно такие два вида расположения показывают свою наибольшую эффективность. Соответственно, давайте попробуем сравнить между собой три рекламных сервиса от наших лидеров рынка, соответственно, Яндекса, от Гугла и от Mailer. В первую очередь необходимо сказать, что размещение рекламных объявлений во всех этих трех сервисах производится через специализированные организации, компании, которые принадлежат очевидно этим же компаниям, но при этом имеют собственное название и при этом имеют соответственно скорее даже отдельные юридические лица. Так, у Яндекса рекламный сервис называется Директ, соответственно Гугла рекламный сервис называется AdWords. Активация аккаунта в AdWords происходит при наборе логина и пароля. сейчас я попробую найти главную страницу этого сервиса. Она будет вот такой более наглядной. И соответственно у Mail этот сервис называется Target. Как вы видите у каждой поисковой системы есть свой отдельный рекламный ну будем так говорить рекламное подразделение которое занимается привлечением рекламодателя. Здесь мы сталкиваемся с вопросом действительно почему именно к поиску у поисков поисковых систем появились такие сервисы. Один из ответов я уже дал это то что поисковые системы привлекают очень большой объем интернет аудитории и для рекламодателя они являются очень интересным лакомым местом размещения. Естественно они идут навстречу рекламодателям предлагая им удобные сервисы. есть еще одна причина рекламные сервисы директ для яндекса адвордс для гугла и соответственно таргет для мейла являются главными способами монетизации поиска которые являются совершенно бесплатной услугой при этом очень дорогостоящей таким образом не мудрено что развитие этих рекламных сервисов являются очень важным элементом вообще бизнеса для каждой из этих поисковых систем что можно сказать о этих трех системах сначала точнее говоря об этих трех сервисах и о трех поисковых сервисах как о площадках рекламных и во вторую очередь расскажу в чем отличие между самими системами которые предлагают размещение на этих рекламных площадках в первую очередь поговорим о самом поиске о самих площадках на которых рекламодатель может разместить рекламу в первую очередь я уже сказал яндекс примерно где-то обладает долей в 50% от всего интернет поисков в рунете google где-то около 40% email обладает очень небольшой но как лично мне кажется он имеет очень большой потенциал доля его где-то около 79% таким образом рекламодатели конечно предпочитают выбирать в первую очередь те площадки которые позволяют охватить наибольший объем рынка это яндекс и google mail.ru тем не менее обладает своими специфическими особенностями которые заключаются в том что у мейла очень широкая сеть медийного размещения можно даже сказать что на современном рынке медийной рекламы я говорю о интернет сервисах это один из лидеров по некоторым данным его доля составляет значительно часть от современного медийного рынка но в контексте у них доли те которых я вам сказал это первое отличие во вторых все поисковые сервисы имеют ну скажем так свою лояльную аудиторию какую-то какие-то пользователи интернета предпочитают яндекс какие-то google какие-то пользуются чаще мейлом по ряду причин и так далее то есть можно сказать о том что сами потенциальные аудитории которые может рекламодатель получить размещаясь на яндексе на гугле или на соответственно мейле они различны это второе отличие принципиальное к сожалению сказать какие именно аудитории присутствуют в яндексе в гугле или в мейле довольно затруднительно обычно получить ответ на этот вопрос удается только после каких-то рекламных экспериментов после первых тестовых размещений в большинстве случаев для того чтобы на старте рекламодателю оценить какой поисковый сервис для него будет содержать наибольшую часть долю его потенциальной аудитории ответ на этот вопрос можно получить в статистике в аналитике сайта если она ведется если она установлена и если собирается то есть посмотрев в аналитике какой объем трафика приходит на сайт из поиска яндекса гугла имейла можно сделать вывод о том где скорее всего аудитория данного сайта представлена более активно как вы видели сами места размещения у всех трех игроков они практически мало отличаются это нижнее верхнее размещение и в данном случае ничем особо оригинальным они друг от дружки не отличаются то есть рекламодатель может выбрать размещаться ли ему вверху на первом экране просмотра так называемом это тот экран который мы видим сразу же после того как посетитель ввел какой-то запрос и естественно что реклама размещенная на этом экране она наиболее кликабельна она наиболее часто просматривается и так далее и тому подобное то есть значительно имеет более высокий шанс получить внимание потенциального клиента естественно что реклама которая находится в этом блоке она значительно более возможно может быть конкурентна то есть желающих разместиться там может оказаться больше чем желающих разместиться внизу хотя так бывает не всегда бывает по-разному рынок сам координирует регулирует объемы ставок в соответствующие места что принципиально отличает сами же системы размещения вот как раз таки у нас в центре специалист есть линейка курсов которые готовят специалистов в области работы с системами размещения рекламных объявлений то есть мы ориентируемся на рекламодателей которые планируют собираются получать рекламный трафик из поиска размещая там рекламные объявления необходимо сказать что поиск помимо конечно рекламы содержит и органик трафик то есть часть которая содержит результаты естественного органического поиска работой с органическим поиском занимаются специалисты которые называются SEO-шники или SEO-специалисты их задача сделать сайт настолько качественным настолько удобным настолько правильно структурированным и так далее для поисковых машин чтобы документы этого сайта размещались максимально высоко в результатах органик выдачи и соответственно данный сайт получал бы достаточный объем трафика но работа SEO-специалиста это довольно многоплановая задача у нас в центре есть курс как раз по SEO для тех для этих специалистов и надо сказать что задачи SEO они никогда не решаются в течение одного двух дней то есть вывод большого количества страниц сайта по широкому спектру запросов на хорошие позиции в органик поиске это довольно трудоемкая и долгая задача среднее время реализации составляет три месяца иногда шесть месяцев иногда даже больше то есть для владельца сайта SEO часто является очень важным элементом получения необходимого трафика но вместе с тем это довольно долгосрочный проект в отличие от той же рекламы мы говорим опять о контекстной рекламе для размещения которой необходимо день-два максимум создать рекламное объявление занести деньги соответственно в рекламную сеть и запустить показы рекламы у профессионала это может занять несколько часов у не специалиста возможно день-два и в результате мы уже получаем возможность привлекать аудиторию получать клики переходы к нам на сайт и соответственно возможные конверсии а значит нам нет необходимости ожидать результатов нашего SEO продвижения которое как я уже сказал может наступить через 3-6 месяцев вполне возможно что мы получим продажи уже через день-два в этом принципиальное отличие контекстной рекламы в первую очередь с точки зрения рекламодателя то есть для рекламодателя у контекстной рекламы есть вот такое преимущество пока мы ведем поисковую оптимизацию мы не можем ждать 3-6 месяцев когда у нас начнутся первые продажи мы можем уже сейчас запустить рекламные показы и уже сейчас получать монетизацию нашего ресурса параллельно продолжая работать с SEO я говорю о сайтах на старте которые находятся таким образом для рекламодателя Яндекс Директ Google AdWords и Target Mail.ru это один из наиболее быстрых способов начала монетизации его ресурса Как я уже начал говорить у нас в центре есть целый пул курсов предназначенных как раз таки для подготовки именно таких специалистов то есть для того чтобы подготовить специалиста по контекстной рекламе по Яндекс Директ у нас есть два отдельных курса по Google AdWords у нас есть тоже два отдельных курса они называются и там и там одинаково Яндекс Директ базовый Google AdWords базовый и Яндекс Директ продвинутый и Google AdWords продвинутый или расширенный то есть как правило рекламодатели которые только начинают размещать свои рекламные объявления они в большинстве случаев на старте не имеют необходимости статистики собранной уже не имеют необходимых данных для корректной настройки системы и многого другого поэтому на старте базовые курсы предназначены как раз для того чтобы дать все необходимое для того чтобы владелец ресурса смог начать тратить свои деньги с толком с умом и с какими-то первичными результатами чтобы он смог пройти все эти шаги старта а уже потом когда получена первая статистика когда получены первые результаты есть понимание того что что-то работает что-то не работает как правило у человека возникает у специалистов по рекламе возникают вопросы на тему как оптимизировать свою рекламную кампанию что мы можем сделать для того чтобы более эффективно размещать свои ресурсы рекламные ну и так далее и вот как раз на этом этапе мы предлагаем курсы по продвинутой рекламе дворца и директа у нас в центре нет пока курса по таргету mail.ru причина я думаю понятна пока объем контекстной рекламы размещаемой через этот сервис пока очень небольшой объем охвата рынка тоже невеликий я уже говорил 7-9% но в целом сбрасывать со счетов я бы не стал этот инструмент другое дело что человек который освоил у нас системы яндекс директа google adwords тем более довольно легко уже сможет разобраться с любыми другими рекламными системами потому что он будет обладать достаточным объемом знаний информации компетенции для того чтобы освоить практически любые системы рекламы я говорю о контексте таким образом нет необходимости возможно в настоящий момент пока создавать отдельный курс те кто планирует в дальнейшем работать в том числе и с этой системой им вполне достаточно будет какого-либо пула курсов adwords или директа для того чтобы потом самостоятельно в том числе размещаться в мейле вот первое это первое о чем я хотел сказать что отличает что отличает сами системы создания рекламы немного дам характеристику уже непосредственно самих систем размещения рекламы с точки зрения их функционала яндекс директ очень активно развивает свою систему как я уже говорил в начале приближающий последний год особенно пополнил яндекс систему директ новыми фичами он непрерывно совершенствует систему это очень здорово у рекламодателей появляется буквально каждый месяц два какие-то совершенно новые фичи которые дают возможность размещаться в интернете и мы их подробно конечно рассматриваем но если говорить о сравнении функциональном то конечно среди всех систем всех трех систем которые сейчас наиболее заметны на рынке максимально возможным функционалом обладает система конечно AdWords в этой связи с точки зрения освоения технического освоения этой системы можно сказать что AdWords более сложна но только потому что имеет большее количество функциональных возможностей и ну скажем так интерфейс соответственно тоже менее легко осваивается начинающими новичками тем не менее как я уже сказал в директе постоянно появляются новые возможности во многом он не отстает уже от AdWords во многом он его догоняет есть какие-то и свои уникальные функциональные возможности у него но принципиально он действительно проще то есть освоение самого директа как инструмента оно для рекламодателей начинающих значительно проще и как правило с ним с него именно мы рекомендуем начинать тем кто еще пока не является специалистом в контекстной рекламе собирается ее только осваивать однако необходимо помнить о том отличие о котором говорил я когда сравнивал сами поисковые системы я говорил о том что три этих разных поисковых сервисов они обладают разными характеристиками аудитории поисковые аудитории посетители у них могут отличаться то есть на самом деле многие рекламодатели они не могут выбирать ну вот так вот по своему желанию хочу размещаться в директе или хочу размещаться в адворце или там в мейле как правило они выбирают размещение там где наиболее широко присутствует их именно их аудитория и в этом смысле повторюсь необходимо сначала как правило рекламодателю оценить какой из поисковых сервисов для данной конкретной тематики для данного конкретного сайта может быть более выгоден с точки зрения того сколько там потенциальной аудитории я очень с большим количеством различных проектов сталкиваюсь в практике своей и могу привести десятки примеров тематик в которых например объем аудитории приходящей из гугла значительно превышает объем аудитории приходящей из всех остальных поисковых систем есть конечно же огромное количество и обратных примеров когда объем аудитории яндекса значительно превышает аудиторию всех остальных поисковых систем и так далее есть сегменты где трафик приходящий из мейла очень значительным, и явно больше 9% и так далее. То есть необходимо всегда отталкиваться в идеале от статистики. К слову сказать, хорошо, что мы затронули тему статистики. Это небольшое отступление, оно не касается непосредственно самого контекста, но является крайне необходимой и важной частью рекламных размещений. Система статистики. Дело в том, что и Яндекс.Директ, и Google AdWords создали для своих рекламодателей системы аналитики, которые позволяют анализировать результаты своих рекламных размещений и, соответственно, улучшать эффективность расходования своих средств и получения результата. Нужно помнить, что эти системы были созданы в первую очередь именно для контекстной рекламы, то есть для того, чтобы дать рекламодателям возможность анализировать свою статистику. В Яндексе этот сервис называется Метрика. Вы его можете легко найти здесь же в верхнем меню. Не так давно относительно она обновилась. Теперь это новая система. Здесь есть демо-версия, где вы можете познакомиться с тем, как выглядит эта система. И, соответственно, для рекламодателя, который собирается размещаться в Яндекс.Директе, интеграция сервиса Директ и сервиса Метрика крайне необходимы. То есть я бы даже сказал, без вариантов, они обязательны. В свою очередь у Google есть тоже система, которую они создали также в первую очередь для своих рекламодателей. Это система аналитики и статистики. Здесь ссылки на нее я не вижу. Она находится на отдельном адресе и называется она Analytics. Полное название Google Analytics. Абсолютно аналогичная ситуация. Связка AdWords и Analytics является в настоящий момент крайне необходимой. Можно сказать еще раз, без вариантов. То есть нет никаких способов создавать качественное рекламное объявление, если не используешь ту или иную систему аналитики. Таким образом, система Google AdWords, она интегрирована, тесно интегрирована на своем физическом уровне с системой, которая называется Google Analytics. И она позволяет отслеживать результаты размещения рекламы в AdWords. Мейл пока не засветился такой системой. Я имею в виду, как некой отдельной системой аналитики. У них есть достаточно развернутая статистика. Вот здесь как раз пример показан внутри самой системы. Но здесь необходимо сказать следующее, что статистика, которую предоставляет нам сам Директ или AdWords, она характеризует то, что делали посетители до момента перехода на ваш сайт. То есть сам Директ, AdWords и, соответственно, Таргет, они знают только о том, что человек набирал, куда он кликал. Соответственно, и в момент, когда посетитель переходит на ваш сайт, эти системы сами по себе теряют возможность что-либо дальше сказать об этом посетителе. Именно здесь как раз включаются в работу системы типа метрики и аналитики. Они устанавливаются на страницах уже вашего сайта. В момент перехода посетителя информация из Директа передается в метрику о том, откуда пришел посетитель. Благодаря этому вы будете точно знать, по какому именно рекламному объявлению, по какому запросу посетитель перешел к вам на сайт. Таким образом, у вас будет полная статистика, какое рекламное объявление, какой ключевой запрос и так далее принес вам реальную продажу. То же самое касается и AdWords и Google аналитики. Таким образом, современному специалисту по контекстной рекламе необходимо осваивать эти инструменты, потому что стартовать рекламное размещение можно и без них. Но, к сожалению, дальнейшая уже настройка эффективности, она может быть выполнена только при условии, если у вас есть какая-то, или точнее, скорее даже обе этих системы аналитики. Александра у нас задает вопрос, сталкивалась с тем, что Яндекс.Метрика завышает количество переходов с Директа. В действительности есть ряд причин, почему данные могут разниться, и об этом, кстати говоря, в самой Метрике есть конкретный раздел в Хелпе, я имею в виду. В частности, это может быть связано с тем, что в Директе относительно недавно появилось изменение, которое требует в обязательном порядке указания номера счетчика Метрики в настройках кампании. В случае отсутствия указания номера счетчика в настройках кампании особенно могут происходить очень сильные разбросы в показаниях Директа и Метрики. Вместе с тем, существует и технически вполне разумный такой ответ на вопрос, почему данные, которые имеет Директ, могут не совпадать с данными, которые видит Метрика. Это реально чисто техническая проблема. Например, посетитель кликнул по какому-то рекламному объявлению, в момент клика у посетителя что-то произошло на стороне его компьютера, либо, соответственно, браузер может зависеть, или отвалился, или интернет отвалился, или в момент открытия вашего сайта счетчик не успел отработать, из-за того, что у посетителя, например, медленный интернет, он не дождался открытия страницы вашего сайта, а уже переключился на другую, на какую-то, или даже закрыл ваш сайт. В результате у Директа есть информация о клике, у Метрики нет информации о переходе. Это, конечно, не такой уж большой процент таких вот случаев, но, тем не менее, они происходят, и в целом надо говорить о том, что действительно данные Директа всегда будут немножко-немножко выше, чем данные Метрики, потому что Метрика, конечно, уже показывает только то, что она успела зафиксировать. Тем не менее, это не является проблемой, вместе с тем, даже наоборот, возможность посмотреть в Метрики результаты дает вам понимание того, какова же реальная ситуация, какой же процент реально кликов доходит до вашего сайта, превращается в конверсии и так далее. Таким образом, получается, что современный специалист по контекстной рекламе, он должен хорошо уметь работать с системами Яндекс.Директ, с системой Google AdWords, должен уметь анализировать статистику рекламных переходов в Метрики, соответственно, в Google Аналитике, и у Таргета ситуация аналогичная, кроме того, что у них нет пока отдельного как такового сервиса аналитического. Но, я думаю, вопрос времени. Итак, еще что хотелось бы сказать по поводу сравнения систем. Я сказал сейчас о том, что функциональные возможности наиболее мощны у AdWords. У Таргета есть специфическая особенность, у Таргета есть так называемый акцент на так называемую тизерную рекламу. Это реклама завлекательная с элементами, с одной стороны, и картинок, и текстов одновременно. Ну, это такая некая своя особенность в, соответственно, Директе и в AdWords. Там размещаются в поиске только текстовые рекламные блоки. Хотя в AdWords функционал, повторюсь, очень широкий, там есть возможности медийные рекламные блоки размещать, но мы в рамках нашего семинара пока их не рассматриваем. Есть еще один вопрос от нашего слушателя. Все три системы имеют свою сеть рекламных площадок. Насчет Таргета не могу точно сказать, потому что на самом сайте они активно не предлагают это. Тем не менее, Таргет принадлежит холдингу Mail.ru. Холдингу Mail.ru, в свою очередь, принадлежит Одноклассники, а также ВКонтакте, например. Таким образом, все-таки, конечно, у них есть своя некая рекламная сеть, так же, как она есть у AdWords, и так же, как она есть у Директа. Здесь надо еще сказать, вот это еще один момент, который довольно заметно отличает. У Директа так называемая рекламная сеть, находится она вот здесь, это сеть сайтов, которые регистрируются, собственно, в Директе и готовы размещать рекламное объявление Директа у себя, она значительно шире, чем рекламные сети конкурентов. Таким образом, этот вид размещения в Директе имеет определенное преимущество, потому что охватывает больший объем рекламных площадок и, соответственно, больше возможностей с точки зрения потенциальных посетителей вы получаете. AdWords в Рунете и только в Рунете имеет меньший объем рекламных площадок, чем Директ. Ну а Таргет я уже перечислил, работает с крупнейшими площадками, такими как Одноклассники, ВКонтакте и рядом других. Но пока в настоящий момент не так активно, а незаметно в общем объеме контекста, тем не менее, возможности по размещению не только на поиске у них тоже есть. И, соответственно, то, что напоследок я бы хотел сказать еще, сравнивая эти системы, то, что Директ имеет большую популярность среди рекламодателей. В результате это приводит, ну, в первую очередь, это хотя бы потому, что, как я уже говорил, у них больше объем охвата потенциальной аудитории, поэтому рекламодатели предпочитают Директ. Во-вторых, проще в освоении, это тоже один из стимулов для рекламодателей. В-третьих, Директ очень активно работает с рекламными агентствами, привлекая их различными бонусами и скидками. Ну и в результате количество рекламных размещений в Директе, в Яндексе, оно выше, чем у конкурентов. К чему это приводит? Большое количество конкурентов всегда приводило к росту ставок, то есть к росту цены, по которой клиент, рекламодатель получает посетителя. В результате, если сравнивать по этому показателю, то очень часто трафик, который можно получить в Директе, может оказаться несколько более дорогим, нежели чем на других площадках, на том же AdWords или на том же Таргете. Но, однако, еще раз хочу, эта тема очень скользкая такая, очень хочу еще раз сказать, что это чаще всего так бывает, но далеко не всегда, опять же, зависит от тематики, от массы других факторов. Но если говорить вот так вот объемно, обо всем, обо всех сервисах, то в целом, да, конкуренция в Директе выше, чем в AdWords, и в Таргете она, естественно, самая невысокая пока. Соответственно, конкуренция, суммы, стоимости, по которым вам удается получить своего потенциального клиента, как правило, в большинстве случаев в Директе несколько выше, в AdWords могут быть ниже, но и в Таргете могут быть еще ниже. Но, естественно, и их объем, конечно, тоже, объем, я имею в виду, потенциальных клиентов будет в такой же пропорции уменьшаться. Вот наиболее заметные, яркие такие факторы, которые можно выделить, сравнивая эти системы. Таким образом, у нас время нашего семинара подходит к концу, у нас будет сейчас блок вопросов и ответов еще, я же, соответственно, свой спич хочу завершить, подытоживая тем, что в современном рунетовском контексте есть три основных игрока, у них есть поисковые сервисы, которые являются главным местом размещения рекламы, это, соответственно, поиск Яндекса, поиск Гугла и поиск Мейла. Для размещения этой рекламы используются специализированные рекламные сервисы, такие как Директ, такие, такой, как AdWords, соответственно, и такой, как Таргет. И у этих поисковых сервисов есть свои специфические особенности, у рекламных сервисов, я их тоже перечислил, тоже есть свои определенные функциональные и другие различия, и у двух основных игроков есть специализированные сервисы, которые предназначены для анализа данных, статистики по рекламным размещениям. Использование этих сервисов является необходимым условием для того, чтобы ваши рекламные размещения были максимально эффективны. Как я уже сказал, у нас в центре есть вся линейка курсов, посвященных вот этим двум основным игрокам рынка. Я, повторюсь, для Таргета отдельного курса мы не делаем, просто по той причине, что человек, освоивший Директ и AdWords, он уж точно сможет разобраться с Таргетом, и, как правило, для него уже не составит это труда. А вот Директ и AdWords имеют очень много специфических отличий, очень непохожи друг на дружке по функциональному насыщению и по интерфейсам, поэтому с ними, как правило, осваивать их приходится практически с нуля каждый, и поэтому для них у нас есть два отдельных курса, и даже с курсами продолжениями, как я уже сказал, базовый и продвинутый. Кроме того, есть у нас отдельный курс, который посвящен аналитике, где мы как раз-таки изучаем Яндекс.Метрику и Гугл.Аналитику, которые являются необходимыми условиями эффективных размещений в системах контекстной рекламы. Этот курс у нас объединенный, мы там рассматриваем одновременно и Гугл.Аналитику, и, соответственно, Яндекс.Директ. Три дня он длится полностью. Один день мы рассматриваем все, что касается всех систем аналитики, и Метрики, и Аналитики. Второй день мы рассматриваем преимущественно Гугл.Аналитику, и третий день мы посвящаем Яндекс.Метрике. Таким образом, кто захочет непосредственно стать специалистом в том объеме, который необходим для введения рекламы, есть курс по аналитике. По аналитике есть также курс продолжения. Аналитикс продвинутый. Он уже касается только Гугл.Аналитикса, потому что функционально, опять же, Гугл.Аналитикс значительно более мощный инструмент, опять же, и у него очень много вещей есть дополнительно, помимо того, которые используются при анализе контекстных реклам. И есть такой курс продолжения для интересующихся. Это все, что я хотел бы сегодня рассказать о том, что представляет из себя наш текущий современный рынок контекстной рекламы. Повторюсь, не весь, а я охватил только наиболее популярные, наиболее заметные инструменты. Мы сравнили с вами основные отличия поисковых сервисов, основные отличия систем размещения контекстной рекламы. И очень кратко я затронул тему систем аналитики. На этом основная моя повествовательная часть завершается. У нас есть еще с вами время. Я готов отвечать на ваши вопросы. Включаю микрофоны. И кому удобнее писать в чат, пожалуйста, welcome. Если кто-то интересуется нашим расписанием, нашим графиком, я уже говорил, вы можете зайти на сайт специалиста, набрать в поиске мою фамилию, и вы найдете весь список ближайших курсов, которые будут у нас по этому направлению. Здравствуйте. SEO, Яндекс.Директ, интернет-маркетинг для руководителей и так далее и тому подобное. Скажите, пожалуйста, тогда, насколько семантическое ядро с его составлением помогает или, может быть, мешает при конкретном Яндекс.Директе? Дело в том, что то, что вы делаете для SEO, оно не совсем может совпадать с тем, что вы делаете для контекста. Оно помогает, оно дает вам тот первичный список, если он уже есть, вам уже значительно проще проводить процедуры создания рекламных объявлений. Но, повторюсь, из-за специфики и особенностей размещения объявлений рекламных в системах контекстной рекламы, там запросы подбираются по иным принципам. Ну, например, учитывается, допустим, температура запроса, в отличие от поиска, где она, как правило, практически не нужна. Ну и многие другие моменты. Вам все равно придется переформатировать этот список, адаптировать его под соответствующую рекламную систему, но, тем не менее, помощь, конечно, будет. Спасибо. Просто вот не совсем тоже понятно, вот сам процесс, как подбирать, если можно как-то хотя бы немножко затронуть, подбирать запросы, потому что вот мы рассмотрели гироскутеры на Сигвей, у них небольшое количество конкурентов. А если, например, нужно настроить тот же Директ или Эдвордс по Шторам в Москве, и тут уже совсем непонятно, куда бежать. Либо выбирать только по количеству желания, потраченных денег, да, как бы на рекламу. Либо, ну, то есть непонятно даже с чего начинать. Понятно. Ну, эта тема довольно сложная, подбор запросов, она требует очень глубокого погружения в теоретическую часть. То есть это мы можем делать только на курсе, на семинаре. К сожалению, у нас нет ни времени, ни возможности все это рассмотреть. Необходим доступ к аккаунтам соответствующим и так далее. К слову сказать, я бы хотел немножечко сделать отступление, касающееся Google Эдвордса. А как раз это отступление касается того, что необходимо для того, чтобы пройти этот курс. У нас есть специальное видео, которое можно найти на моей странице. Я его специально записывал для того, чтобы рассказать в связи с тем, как изменился современный Эдвордс, что необходимо для того, чтобы слушатель, который пришел на курсы по Эдвордсу, смог приступить к работе на курсе. Дело в том, что ему необходимо уже иметь зарегистрированный аккаунт. И, к сожалению, процедура сейчас регистрации аккаунта в Эдвордсе стала очень длительной, непростой, сложной. И вот как раз в этом видео, если вдруг кто-то собирается, планирует пойти на Эдвордс, есть подробная инструкция, рассказывающая о том, как сейчас пройти безболезненно всю процедуру регистрации аккаунта в Эдвордсе. Ну, возможно, для кого-то это и не будет проблемой, но для начинающих, как правило, там сразу возникает очень много вопросов. Еще вопросы? А по маркету у вас есть курсы? Нет. Потому что маркет сейчас поменялось. Маркет – это отдельный инструмент, да, но отдельного как такового курса нет у нас. Да, хорошо, спасибо. Есть вопрос по поводу РТБ, real-time bidding технологии, которая будет пользоваться все больше популярностью. Это действительно так, она уже пользуется все больше популярностью. Яндекс активно ее внедрит уже давно-давно, но и, конечно же, и Эдвордс тоже использует ее. И рынок она принципиально не меняет, потому что это рынок медийной рекламы. Ну, я имею в виду принципиально контекстный, никакого отношения не имеет. А в медийной рекламе это очень серьезно, это вот большое изменение, конечно, но оно уже произошло, оно просто сейчас только развивается, но уже все изменения практически, которые были, они уже произошли. И, конечно, технология РТБ дала возможность, во-первых, рекламодателям медийку размещать по техникам, которые, возможно, ранее до этого были только в контексте. И модель ценообразования, и принципы таргетирования, все это сделало медийку значительно более эффективной. И в этом смысле все уже произошло. А именно то, что раньше могло отпугивать тех, кто использует медийные форматы, сейчас уже практически никого не пугает. Все возможности, какие раньше были на контексте, только теперь есть везде. Александра спрашивает, есть ли смысл рекламировать группу в социальных сетях через таргет тот же. Почему бы и нет? Вполне возможно. Только, наверное, эффективнее было бы в любом случае рекламировать не саму группу в соцсетях, а все-таки страницу вашего сайта или ваш сайт, какой-то лендинг, например, который посвящен этой группе, и откуда уже с этой страницы, с этого лендинга посетитель может, соответственно, перейти в соответствующую группу в социальных сетях. Вот это единственный нюанс, а в остальном, конечно, можно, почему бы и нет. Если ваша цель привлечь в вашу группу в соцсетях максимум возможных потенциальных членов, то реклама – это один из инструментов, как это можно сделать. Весь вопрос в эффективности, в оценке этой эффективности.